Туфли Что-то не видать вас Сейчас появимся Давайте Нету Ну вот какое дело Гости приехали Мы ждем вас завтра Так правильно делаем С вами батюшка едет Батюшка уехал Куда-то никому не сообщил Куда-то уехал на две недели На две недели И никому не сказал Нет Что это означает Плохо означает Понимаешь как вот это Вот уже сколько раз было Каждый год я убеждаю его никуда не ездить Взять Евангелие и идти по соседям селам К одному Ване ездит к своему А тот не крещеный по сей день Батюшка Боится По слову Божию жить То я поговорю Кому он ездит И каждый год одно и то же И каждый раз говорит Где не ездили по монастырям Еще там нету И опять едет Вот Прямо батюшка наш По всем признакам Все хорошо Ну вот это вот Никак не вмещается Я просто говорю Меня не будет Скажет А ты молчал Поддакивал Ему нет Я перед ним на колени Становился Со слезами просил Не езди Не езди На тебе так много висит Вот тут было такое Что У нас в Барнауле Мэр города был Глава Администрации Баварин Владимир Николаевич Ну и он Много Помогал нам И то что я дома имею Тут он Его слово было Вот это Благодарность висит И какое-то там Соревнование было Или что-то Куда-то его пригласили Ну и гнали Видимо По 200 километров И на пути Якобы на повороте Впереди машина была А они ее тюкнули Маленько И она Машина-то у него Бронированная Видать была Или не знаю я Что там было Они в общем Почти одинаково Немного погодя И губернатор края Погиб Точно так же На машине А и тоже сдавали Они же тоже сдавали Где-то И на свою голову Это все было Оба погибли Я пришел К прокурору края Он генерал-лейтенант У нас хорошие отношения были Ну и поскорбели Посидели Он говорит Какое он имел Право это делать На нем так много висело Везде Где он не прикасался И как-то Бог давал Ему молились за него И когда были Времена такие Что он раз в году Мэр города Давал отсчет Филармония собирались И ко мне Прямо посыльный приезжал Лично В руки письмо Приглашение И даже спрашивали Ну как Знаю что Я говорю Ну видно что А он до этого был Парторгом моторного завода Партийный организатор И вот Я о нем упоминал Неоднократно И вчера интересно Я подклонюсь маленьки Выставили фотографию С надписью Я могу ее скинуть И говорит Это врач Который вам делал операцию И он Кто-то выставил Видимо знающий его Еврей Шойхет Яков Нахманович Ну его зовут Наумович И он Профессор Академик Российской Академии наук Там он член везде Какие награды имеет От правительства Он мне делал операцию И вот когда меня Приспищило С позвоночником Межпозвоночные прокладки От тяжести Ну как тяжести Верельство несешь Или что-то большое Кто-то присядет А на тебя все ложится И раздавило их Это от человека не зависит И он Как раз по теряевку Приезжал во главе комиссии Когда нас душила Эта власть 18 комиссий было В 98 году И он узнал И сразу Сказал Есть Говорит Такие прокладки Делается Какие-то там Какое-то Не знаю Чуть ли не платиновое Ну я помогу Говорит Если Чтобы Ну получилось так Что мне не пришлось Обращаться Там В краевой больнице У нас свой врач Шли Наши общины Работает И тоже делал Которую операцию Я не знаю Кто он по нации Но похож Что одной А не нации Довженко Кажется Дмитрия звать И он потом С женой Приезжал Потеряевку Вот тогда Не было Этого Что Интернета Ничего не было А когда он приехал Я говорю Мне так хотелось Посмотреть Как мне операцию делать Да хочу Не сказали Мы бы засняли Все Вот тебе на Один раз Один раз Да я даже Мыслей не было Что они могут Допустить Как они Меня усыпляли Вот Усы Борода Мешают Как они Мешаются Ну наркоз Когда принимают Там шланг Они вставляют В рот Как вот Из стиральной Машины Такой Рубчатый И все Ты теряешь сознание Раньше Они как-то Укол давали А сейчас Просто газом Наполняют Ну я говорю Я не буду Тогда делать Нет Нет Обойдемся Я после этого Еще с ним Встречался Фотографии Есть Вот мне Все время Бог дает Людей Таких Вот Я думаю Вчера Только Ну Прямо То что Нужно Как бы Володя Сейчас Вот один Был там И Приезжает Думает Не один Человек Но все Ко крещению Давят А вот так Вот Что приехал Николай Приехал Откуда Он взялся Как услышал Я вообще Размышлял Об этом Ну ясное дело Что Одному Тебе скучно Было бы И не все Так бы Сделал Я вот Чему Хотел сказать Это Все Попутно Уехал Батюшка Я даже Молился За путешествующие То не знаю А кому Он сказал Что уезжает Вот Говорят Опять Та же Самая Как Насчет Романова Было Никто С ними Так не Будет Работать Как Я И сейчас Готовят Правительство Там Где Не знаю Чтобы 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 Разрешили Там Быть Жить С Военными В казарме А с этими Обговорить Сколько Часов Какие Дни Чтобы Я Заниматься Мог С ними Чтобы Они Поехали Другими Рассказать А они До того Обработаны До того Мозги Промыли Ужас Просто Учебники Старые Уничтожили А По крайней Вообще Ничего Не знает А там Такие Патриоты Выступают Один Да вы знаете Немцы Итальянцы Все это От Украинцев Произошли Вот тебе На А вот Про нас У нас История Сохранила Еще 105 тысяч Лет назад Украинцы Главные Были на земле 105 тысяч А тогда До нашего Года 7530 Год Понимаешь Такой Идиотизм Такие Манкурты Люди Верят молодежь Что в самом деле 105 тысяч Лет назад На земле Только одни Украинцы Были То есть Любой Бред Гонят И А Которые Отсюда Что можно сказать Все перекрыли Ничего нельзя Слышать Что батюшка Туда поехал Разобраться Ну ясно Что нет И главное Мне Тоже не сказал Не позвонил Если поехал Лечиться Куда-то Куда Только сюда Тут и он В больнице Лежал А если лечиться Тут наоборот Большему числу Людей надо дознать Чтобы молились Непонятно И при том Непонятно Может связано Это Со смертью Вот Иларион умер Это все-таки Наш Иларион Азорбежная церковь Азорбежная церковь Но за рубеж Туда не пустят А куда Где какие общины Никого нет Только мы две остались То есть Сейчас с любой стороны Захожу И все делается Непонятно Куда Кому С кем-то Как у нас По интернету Молительные правила Исполняют Нет У него всегда Не работает И Ивана Его точно так же А я это не знаю Только как учились А может и втихий И втихий И втихий болеет сильно Может и втихий Да никакой связи С и втихием нету Батюшка сколько раз говорил Как будто не был Он 13 лет у нас Епископом Никогда Нигде Никак Как будто нас нету Он же говорил Никак с ними Соединяться нельзя И в ночь Когда уже принимать решение Он говорит А мне откровение было Надо соединяться И что Что мы были там Зарубежная Это ошибка Ну то есть Он перевернул Вот так вот все А тот сохранялся А перед этим было Которое Он именно на руках Его Он разослал Что этим Патриаршим Никак нельзя верить Это такой обман Такое предательство Все в КГБ Там и проще Понимаешь Тут все так вот Запутано А я так распутываю Сразу Все тут Охота в этой жизни Пожить Только и всего Куда он мог поехать Куда Не знаю Все равно И спрашивать буду Может не сказать Это абсолютно Неправильное отношение Почему Я для себя думаю Он как-то говорит Вот Все Так Перекрывает иногда У нас приехали гости Которые мы говорили Приедут Константин и Юлия звать И они С вами Завтра поедут Поедут на своей машине Чтобы провели их Они хотят посмотреть И что Хотят приобрести Может быть домик Зимой здесь работать Ну раньше Это крестьяне Так и делали Со своими лошадями В город возили Извоз Чтобы не сидеть Зиму-то И в детстве Они думают Квартиру приобрести Так вы хотите Во сколько Чтобы Николай Приехал К вам В Барнауку Он один едет Он один Я Матушка Собиралась Матушка Еще неизвестно Поедет Не поедет Ладно Во сколько Подъедете Они здесь рядом И только Дать знать надо Примерно Во сколько Будете у меня Здесь Чтобы Что-то Они хотят В этот Они хотят В этот же день Вернуться обратно В Барнаул Да конечно Желательно им быть На утреннем Воскресенье Они на своей машине Они на своей машине Они что Дорогу показать Проехать за вами Вы поедете За вами И там все Покажешь им Провести там Пруды провести Лагерь В храм завести Дома Которые свободные Которые потопали Мы напротив Которые там был Горбунова Показать Насчет там Нины-то Шадриной Еще она говорит Думает продавать домик-то Я не знаю Не слышал А тут такая молва Идет Что вроде Янчук хочет уезжать Не знаю В прошлом году Когда трактор-то Подогнал Бульдозер-то Люда вышла Он говорит Сказал Скотину Буем уничтожать Ничего нет Опять обман А мы подвели Бульдозер подъехал Чтобы не руками Там все Ну Высота такая Уже на возу Ну надо было Брать Я говорю Мы сами уберем Он что-то Не домогал Женит Я говорю Мы уберем Эти два столба Которые Шпалы стоят Ну и выдвинет И на огород Будет Им надо показать Где Как Хорошо было бы Если бы им Хоть маленько Что-то посадить Чтобы у них Была тяга Сюда летом Ухаживать Ухаживать за этим Было Ну они Не приучены К этому Ну то есть С ними надо поговорить А то скажут Я навелил А они не думали Ну что Они думают Летом тут А зимой здесь А это говорил Они Их встречала Там Елена Ну вот так Они сейчас Где находятся Ну сейчас В данный момент Не знаю У Елены Или в гостинице В гостинице Это никуда не годится Вчера как-то подъехали Они у меня были здесь Ну и он забыл там Сумочку Помогал мне А Это привезла Пол мешка пшеницы От голубей Для голубей От Андрея Елены И он мне помог И поднял Туда На крышу Голубям Вот так Кошки прикормил У меня здесь Околачивается Все время Радостное известие Я говорил Какое Что Которое Помогало нам Меньше А я нет А она В отпуске В отпуске По беременности Ну а больше Обратиться Некому Я туда сунулся Там секретарь Другая Связи нет Ну все-таки Позвонил Куда В электронной почте Была А где она Она где-то там В другом месте Я говорю Как никак Передать тут нельзя Дискать Или скрывала Или что-то Но я пошел Любовь Николаева Со мной И отпечатал Все еще нам нужно Мука Там остальное Я отдал Я говорю Ну вы постарайтесь Это Это Елена И это Секретарь Елена И вечером Она мне уже звонит Ваше Прошение Передано Она директор И она оттуда Дала указание Выполнить все Что Лапкин просит Вот вообще Она уже помогает Я не знаю даже Лет 15 Помогает Я рассказывал Как она мне Когда сахару просила Сахару нет Она На пасеке 4 полные фляги По 38 литров Меда И все запломбировали И привезли Я одну флягу Все еще Спрятанная Стоит Здесь Где женщины Переодеваются Сестры Переодеваются Вот какие люди Бывают И начало Положено было Из-за голубей Вот голубь Какой играет роль Я заговорил Один там говорил Где сидел У директора Ликера Бодочного А он ко мне Прилетел от них Потерянный голубок А я отдал А у него Как раз знакомая Вот эта женщина Директор Я с ней встречался Не больше раза два Это вообще чудо В прошлом году попросил Кажется 80 килограмм Масла растительного Она привезла 160 Ну понятно Что Никак не знаю Притом От них приезжала Группа Что там Поснимать у нас надо И Ну вот Которые снимали То ходили А потом Которая во главе У Володи Во дворе Меня отозвала И говорит Вот вам она Директор Передает письмо Я говорю А что Ну Я посмотрел А там деньги лежат Я говорю Что за деньги то Ну вам Как мне Мне даете Продукты И мне и деньги Даете сверху Так это я должен платить Нет Она сказала Вам передать А здесь только Один вопрос Она задала Говорит А она спросить Велела Конфеты возьмете Для ребятишек Ну не буду Я говорю Что не возьму Ну возьмем Мало ли кому Отдать можно Это вообще Нельзя ни с чем Объяснить Только великой Милость и любовь у Бога А мы о ней молимся Елена Молитесь всегда Теперь две Елены А теперь даже три Наша Елена Тут активная А Елена Означает Факел В переводе на русский язык Это действительно Факел Ну и нынче Это я Где бываю В разных местах Ну и меня Наградили Грамотой Это несколько лет назад Грамота Называется Организация Международная Меценат Столетия Меценат Слово знаете Что такое Благотворитель Как Благотворитель 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 Столетия И общество Так и называется Ну и они Это никого Знают Не знают Они кого Если одного Узнали Через него Пытаются Других И меня Значит А вы Кого знаете Еще Еще Несколько Бланков И Чтобы Подать им Чтобы Ободрить Этих людей Ну и я Показал Это Елена И решили Идти туда Она уже Рамочку Там куда-то Заказала И в рамки Все вставленное Сделанное И мы Отвезли Отдали Я говорю Передали Передали Конечно Удивлена Она была Очень Сильно Говорит Так На дороге Не валяется Такое Поощрение Там Любой Может Увидеть Добрый Человек Почему Об нем Не должно Известиться Почему Павел Говорит Подражайте Мне И тем В ком Видите Этот образ Добро Надо Говорить О нем Особенно В наше Время Когда Любыми Путями Оторвать Надо Что-то Ну вот Такие Наши Новости Поедут С вами Быстро Показать Им И отправить А когда Будете Свернете Чтобы Когда Свернете Уже Страста И Маленько Расскажите Скажите Запоминайте Где Только На трассу Выйдите А дальше Уже Все Дорога Одна Там Трасса Хорошая Ну вот Все Морковки Кто-то Дает Ирина Пойди Матушка Дает И матушка Ну Без Морковки Мне Туго Так Уровень На втором мостике Намного Ниже Сейчас Остров Видать Я вижу Видел Там Где-то Больше Метра Села Ну Как Нам Трудно А теперь По этим Пабабрам Что они Там Наделали Я Видимо Ролик Один Возьму Где ты Идешь Показывайте Там На Храмову Пруду Что они Там Понаделали Какие Норы Огромные И здесь Тоже А уровень На Симаковском Намного Ниже Как Где Стекать Ну Тоже Метр Нож Чуть Больше Прошлогоднее Это Сохранилось Или Ниже Стало Не знаю Не могу Сказать Ну Ладно На метр Ниже Этого Слива На метр Ниже Слива Вот Как Все Это Все Проедено Оно Рвануло Там И дальше Все Ну Я Приеду Если Господь Благословит Будем Утрамбовывать Дело В том Что Там В котором Месте Слава Была Укреплена Туда Дальше Со Сторонной Воды Она Очень Сильно Продавила Опять То есть Может Вообще Обрушиться В сторону Воду Пол Дамбы Обрушится Сразу Помните Там Мы Не Могли Уже Начал Наклон И Столбушки Плохо Установлены Это Я Не Знаю Даже Как Это Остановить Она Все Ниже Ниже И Может Скоро Сломать Ограду Ну Еще Надо Большое Может Бульдозер Заказывать И Все Всю Насыпь Расширять И он До Сюда Дойдет И Завалит Ну Так Конечно Большие Деньги Будут Опять Но Ничего Не Сделаешь Так Ко Мне Вопросы Знаете Ориентировочно По времени Я Вот так Прикидываю Где-то 13-14 Часов В субботу Там У вас Встретимся Я думаю Так Матушка Едет Покупать Что-то Вы едете С какой Целью Цель Была Одна Чтобы Свозить Матушку И чтобы Она Купила Но Потом В процессе Она Переигрывала Говорит Из-за того Чтобы ехать Надо здесь Полевые работы Делать Отвезите Меня до Трассы Но В связи с тем Что гости Приехали И Вам тоже Есть Необходимость Подвезти Там Кое-что Из продуктов И увидеться И что-то Забрать От вас Значит Ситуация Поменялась Поэтому Еду Еду Я один Матушка Поедет Или не Поедет Вопрос Она Ставит Тоже Категорически Поеду Или не Поеду Хочется Ей Посадить Но Скорее всего Поедет Поэтому Где-то Ориентируюсь Я С утра Часов Шесть Выехать К вам Вот Заехать Кольки Взять Библию Детскую Она Не Не Обещала Вот Какие Книги Есть Отправлю Я Этой Компании И Сразу К вам Ну Отправить Его Приготовьте Оставьте Елена Отправит Вам Чтобы Раньше Выехать Чтобы Те гости Засветло Приехать Могли А Без Матушки У вас Смысл Нет Ехать Я Тоже Я тоже Думаю Об этом Чтобы Они Засветло Вернулись Поэтому Время 13-14 Такое Еще Оптимальное Надо Как Вы Приезжаете Сюда В магазине Покупаете Заранее Которые Книги У вас Елене Отдадите Она Отправит Она Знает Эту Компанию Все Она Делает Она Отправит Вам Не Надо На почве Время Терять Вы Просто Здесь Оставите У меня На столе И Все Она Отправит Она У меня Започталена За Курьера Игнати Там Компании СДЭК Этой Компании Отправляет Она Компании Отправляет Она Мы На главпочтам Она Компания Я к тому Чтобы Время Не терять Это Кажется Так Пришел Их Нет Или Стоять Надо Или Очередь Она Отправит Я Это Буду Я Буду Это Учитывать Все Поэтому Цель Одна Людей Привезти Сюда За Светлой Чтобы Они Назад Вернулись Это Я Цель Это Поставил Да Все Показать Там На Голубят Володя Свозей Обоих Пусть Посмотрят Я Ролик Ролик Один Сниму Где Надо Найти Его Да Не Ладно Я Не Забудь Когда Бел У меня Диск Володя Отдать Диск Батюшка Уехал Во время Собрания Диск У меня Чтоб Я Отдал Не Забудь Запиши Себе Николай Диск Жесткий Обязательно Здесь Когда Приедете Ну Остальные Диск Жесткий К Володе Который Чтобы На него Писал Я Там Последнее Было Сделал Стер Его Так Получилось Я Свой Еще Жесткий Диск Передам С роликами Тоже Мне Обратно Отправить Ну Хорошо А мне Перекачать Там Минуты Нужны Ты Там Только Указывай Каким Числом Последним Когда Посылаешь Все Ну Все Тогда Все Продуктом Молоко Да Молоко Там Можем Без Молока Ладно Уже Я Уже Сказал Додумай Зачем Вас Стеснять Там Полторашка Какая Я Тут Возьму Это Нет Морковка Все Здесь Походу Да А я Обойдусь Без Этого Ну Все С Богом Отхожу